МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости. В студии Евгения Байбикова. Здравствуйте. В начале выпуска его основные темы. Суперэнергия. Артем Сдунов осмотрел производственную линию нефтяной электронной компании. Время героев. 5 августа в Мордовии подведут итоги Народной премии. По заслугам и честь Артем Сдунов и Шамиль Торпищев наградили победителей всероссийского турнира по теннису. Всемирная поддержка. 15 июля прошла встреча актива регионального отделения партии «Единая Россия». На ней обсуждали вопросы помощи республикам Донбасса, а также поддержки российской армии, которая проводит специальную военную операцию на Украине. Подробности расскажут Вячеслав Кузьменко и Сергей Соколов. Начинать с себя. К этой простой истине призвал участников встречи глава Мордовии. Каждый на своем месте должен работать на общий результат. Особенно сейчас, когда Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. Президент страны Владимир Путин на встрече с руководством Государственной Думы и главами партийных фракций подчеркнул, что сейчас важна консолидация общества и очень нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил. Также сейчас нужно придать новый импульс развитию страны. Мордовия отправляет в Донецк гуманитарные грузы. Республика стала малой родиной для беженцев. Их обеспечивают жильем, трудоустраивают, дети ходят в школу. Но жизнь диктует. Нужно удвоить усилия. Давайте обсудим и практически действия материального характера, как мы продолжим поддерживать гуманитарно наших соседей, как мы поддержим тех, кто сейчас воюет, как поддержим их семьи. У нас есть четкая установка по восстановлению освобожденных от нацистов территорий. За нами будут закреплены конкретные населенные пункты. Поэтому в ближайшее время, коллеги, у нас уже есть кто из правительства, выезжал, смотрел. Сформируем тоже делегацию и партийную. Там постоянные пункты работают в партии «Единая Россия». Будем предметно заниматься. Подготовка к осенне-зимнему сезону. Посмотрим, что у них с учебниками, посмотрим, что с медикаментами. И приглашаю всех к этому сотрудничеству. Сейчас на первый план вышла информационная работа. Особенно важно рассказать молодым людям правду о причинах начала специальной военной операции. Очень много грязи в интернете, в отношении России, в отношении наших действий. Очень много вранья. Можно смотреть и говорить, да, но мы не верим, мы не такие. А можно просто пойти и защитить молодые умы, которые не прошли необходимого восстановления. А это особенно подростковый возраст. Когда есть какое-то непротивление, противостояние там всему. Я уже взрослый, я все знаю. Давайте не будем оставлять одних. Вот молодежная повестка, я хочу, чтобы она, красная линия, шла во всей нашей политике. На встрече были высказаны мнения о текущей ситуации в стране и республике. Общий вывод. Для того, чтобы двигаться вперед, необходима консолидация общества. Все мы живем надежды на победу. Вот для того, чтобы она обязательно свершилась, должно быть три единые, три важные составляющие. На встрече отмечали, что также важно рассказывать правду о том, как героически сражаются воины России во время специальной военной операции на Украине. Кроме того, на заседании заслушали доклад о том, какая работа проводится с беженцами из Донбасса. Узнали об этом из первых уст. Ольга вместе с сыном Егором приехала из Мариуполя. До сих пор она не может сдержать слез, когда вспоминает те дни. Ольга работала в школе и видела, как меняется образовательная программа, как насаждается идеология неприятия всего русского, как переписывались учебники истории, как отменили обучение на русском языке, как переименовали улицы города. А когда началась специальная военная операция, украинские военные использовали мирных жителей как щит. Как только появилась возможность, семья Ольги уехала в Россию, в Мордовию. Республика стала для них малой родиной. Постелили нас в замечательных условиях. Спасибо и администрации, и городу, и принимающей стороне. У нас сейчас отдельная квартира со всеми удобствами. Слава Богу, спасибо. И когда обратились к Единой России, потому что опять-таки в Мариуполе оказали помощь, в следующем городе, теперь здесь, да. Здесь тоже сразу спросили, что вам нужно конкретно, не остались в стороне, оказали внимание. И теперь в дальнейшем, конечно, у нас только одно желание здесь остаться, остаться в этом городе. Здесь мы поняли, что такое мирная, спокойная жизнь. Глава Мордовии сделал подарок новому жителю республики. На самокате Егор будет кататься по Саранску. Ну а в мяч он начал играть сразу за дверями зала, где проходила встреча. Вячеслав Кузьменко, Сергей Соколов. Народные новости. В Саранске начали производить зарядные станции для электромобилей. В апреле этого года специалисты выпустили первую продукцию. 15 июля производство посетил глава Мордовии. С подробностями Ольга Данилова и Сергей Соколов. Производство зарядных станций для электромобилей – это стартап «Саранскабеля». Продукция создается на базе нефтяной электронной компании. Предприятие открылось в Саранске четыре года назад. Здесь разрабатывают и собирают станции управления для крупных нефтедобывающих компаний. Новые перспективные направления здесь запустили весной этого года. Артем Сдунов осмотрел участки мелкоузловой сборки, регулировки плат, изготовления жгутов и крупноузловой сборки станций управления. Ознакомился с работой электрозарядных станций. 90% комплектующих отечественного производства – это разработки компании, предприятий республики и страны. На собственном производстве выпускают корпус, его отдельные элементы, печатные платы, контроллеры и систему управления. В дальнейшем планируют наладить производство по изготовлению разъемов для зарядных устройств. Запуск новой производственной площадки поможет организовать порядка 30 новых рабочих мест. Сейчас осталось заместить, скажем так, кабель с пистолетом зарядным. То есть не продаются они отдельно, эти детали. Я думаю, что мы до конца года будем делать это полностью у себя. И уже это изделие, зарядный пистолет, мы будем использовать не только на своих зарядных станциях, но и можем продавать, грубо говоря, конкурентам нашим, которые сейчас покупают это в Китае. Сейчас в линейке выпускаемых станций для заряда электромобилей две модели. Медленные для заряда переменным током и быстрые с постоянным током. Подзарядить авто можно в помещении и на свежем воздухе. Два исполнения с экраном и без экрана. А платы как будет осуществляться? Карты. Через приложение. Одной станцией одновременно могут воспользоваться три машины. В среднем на зарядку электромобиля понадобится не так уж много времени. От 20 минут до 2 часов. Зависит от батареи. А на 20 минут это что? Как можно зарядить? Куда доехать сможете? Данный автомобиль на 200 километров пробега. На 200 километров пробега? На 200 километров пробега. Это 20 кВт. Мы имеем возможность с нашей зарядной устройства зарядить его за 15 минут. Отлично. Также есть зарядные станции бытового назначения. Осенью они поступят в продажу. Всего в месяц специалисты производят порядка 50 станций. Одна из них уже установлена в Саранске на улице Строительной. Обговаривали вариант пока поставить в пилотном режиме выставочные образцы. Дальше уже смотреть с заправочными станциями. Речь идет о больших городах, прежде всего Москва, Петербург и крупные компании, у кого в автопарке находятся. Олег, конкурентная цена и качество производства за счет уровня локализации. Домо хозяйства почему нет? У предприятия есть ряд крупных контрактов с другими регионами. Пять станций зарядки уже работают в Перми. Сейчас ведутся переговоры с торговыми центрами и сетевыми компаниями. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости. 15 июля в Доме Республики состоялось заседание Совета при главе Мордовии по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Представители, проживающих на территории региона национальности, общественности и духовенства, а также профильных министерств и ведомств, обсудили ряд вопросов. В том числе реализацию в регионе стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года. Подробности расскажут Юлия Мамаева и Станислав Семин. Совет при главе Республики Мордовия по межнациональным и межконфессиональным отношениям был создан 7 лет назад. Это площадка для обсуждения самых актуальных вопросов. Открывая очередное заседание, Артем Сдунов подчеркнул, укрепление межнационального мира – стратегическое направление. Значимость этого вопроса не раз подчеркивал президент России. А в современных общемировых условиях эта тема приобретает еще большую значимость. Опыт Мордовии по праву считается уникальным. Национальная палитра региона это подтверждает. В республике проживают представители 119 народов. По данным георейтинга, который проводится у нас в стране ежегодно, Мордовия входит в тройку лучших регионов в сфере межнациональных отношений. Национальная общественная организация принимает активное участие в общественно-политической жизни. Здесь, несомненно, во многом центром является партия «Единая Россия». Мы создаем всем здоровым политическим силам, нашим партнерам, достаточных условий, чтобы найти свое место на этой площадке. Раскинь-Оскс, Акшакелу, Сабантуй сейчас в активной стадии проведения культурно-массовых национальных праздников. Было отмечено, такие события, безусловно, объединяют. Более того, они привлекают немало гостей из других регионов. Артем Сдунов отметил, эти традиции обязательно нужно сохранить. Я дал соответствующее поручение, чтобы в новом нашем бюджете на предстоящий год, в обязательном плане, эти мероприятия нашли свое отражение в финансовом плане. Ну вот я недавно разговаривал с нашими главами муниципальных образований. Это полностью позиция поддержана. Надо проводить на самом высоком уровне и привлекать наших земляков с регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, в обязательном плане. Глава Мордовии также подчеркнул важность работы религиозных объединений. Уже по традиции в этом году в республике пройдут смены межрегиональных молодежных лагерей. Особые слова благодарности Артем Сдунов выразил всем тем, кто оказал поддержку и помощь временным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик. Это очень важно. Это показывает наше отношение друг к другу, к человеку. И мне кажется, это и есть основа любой религии. Любовь. Отдельное внимание в ходе заседания уделили вопросу реализации в регионе стратегии государственной и национальной политики на период до 2025 года. Руководитель республиканского Минкульта Светлана Баулина представила подробный план работы, обозначила события, которые проведут в Мордовии. Она также поблагодарила главу республики за увеличение финансирования госпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в республике Мордовия». Проблемные моменты в своем выступлении затронул сенатор Совета Федерации от Мордовии Петр Тултаев. Он отметил проблему представленности мордовских языков в цифровом пространстве – сети интернет. Озвучил необходимость создания онлайн-переводчиков. После этого важно будет начать работу по формированию корпуса мордовских языков. Подобные проекты уже реализованы в некоторых других финно-угорских регионах. Мордовия здесь только в начале пути. Очевидно, что есть необходимость объединения усилий научного сообщества, образовательных и культурных учреждений, национальных журналов и изданий, других заинтересованных сторон при координации единого научного центра, которым бы мог выступить, на мой взгляд, научно-исследовательский институт гуманитарных наук. Для этого в республике есть все возможности. Еще один вопрос касался финансовой поддержки сотрудников национальных изданий газет и журналов на эрзианском и макшанском языках. Также в ходе встречи рассмотрели тему противодействия распространению радикальной националистической идеологии среди молодежи, а также обсудили формирование условий для социально-культурной адаптации иностранных граждан, принявших гражданство России. Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости. 15 июля свои заслуженные награды получили победители и призеры всероссийского теннисного турнира Ю-17, который прошел в Саранске. Поздравили с достижениями и пожелали новых успехов юным теннисистам глава Мордовии Артем Сдунов и президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. 59 спортсменов из 24 регионов страны, это юноши и девушки до 17 лет, на площадке Мордовской школы тенниса боролись за награды всероссийского турнира. Все участники сильнейшие воспитанники своих школ. Я хочу обратиться всем к тем, кто сегодня приз не получит. Спорт с такими делами, что надо выйти до конца, у вас впереди новое соревнование, дай бог вам, и вы получаете соответствующие признаки. Я поздравляю от больших победителей, я хочу сказать, что благодаря той школе, в которой Шамиль Торпиев, тренерский состав, образовали Российские Федерации, мы остаемся и будем продолжать быть самой сильной школой в мире. Глава республики также подчеркнул, что для Мордовии большая честь принимать подобные турниры. Это повышает престиж региона и мотивирует его спортсменов к новым победам. В свою очередь Шамиль Торпищев отметил, что подрастающему поколению теннисистов есть на кого равняться. Выиграли эти пикапки, в Кубах Деви, в Кубах Федерации, сейчас он называется, в Кубах Борезенкин. И выиграли Олимпийские игры, Медведев стал первым новостоком, Павлюшенко в финале была, тоже Медведев в Австралии был в финале. То есть по результатам прошлого года мы выиграли все, что можно, и на сегодня, и на сегодняшний день. Поэтому вы представляете нашу страну, не в столь простое время, но личные турниры для всех наших спортсменов сохранены по всем возрастным другим. Среди юношей фаворитом стал Семен Конышев из Москвы, в финале ему уступил челябинский теннисист Марк Кременский. Ну а замкнул тройку лидеров уроженец Самары Кирилл Филаретов. Конышев в паре с Леонидом Рудневым из Рязани лидировал и в борьбе дуэтов. Серебро в парном разряде досталось двум романам из Ижевска, Кожевникову и Малмыгину. Бронза у саратовской пары Артема Ковалева и Дмитрия Репухина. У девушек первенствовала казанская теннисистка Милана Софиулина, второе место у Софьи Ведерниковой, представлявшей Нижний Новгород. Дарья Садыкова поднялась на третью ступень пьедестала, оставив позади свою сестру-двойняшку и напарницу Дарину. Однако в парном разряде сестры Садыкова оказались лучшими и завоевали высшую награду. Добиться такого результата помогла сыгранность. В паре иногда даже тяжелее, потому что идут некие разногласия, но так, когда у тебя есть всегда партнер, то это очень хорошо, потому что пары, получается, наигранные очень. У тебя такая всегда поддержка есть. Серебро в парном разряде среди девушек досталось Милане Софиулина и Софье Ведерниковой, замкнули тройку лидеров Софии Климановой из Самары и Виктория Семенкова из Казани. Спортсмены региона 13 на этот раз в призы не вошли, но и в Мордовии есть свои юные звезды тенниса. Двое ведущих спортсменов школы Торпищева сейчас находятся в Москве, в национальном теннисном центре. На сборах тренируются Иван Юткин и Мария Калякина. Ирина Семенова, Народные новости. Время героев. Именно такое название носит народная премия. Ее итоги подведут 5 августа. Участие в ней может принять любой житель Мордовии. Все подробности расскажем в сюжете. В республике есть люди, которые совершают подвиги и доказывают, что делать мир лучше может любой. Жителям региона предлагают номинировать на премию своего героя. Человека, который отличился в профессии, посвятил себя волонтерству, спас кому-то жизнь. Или просто постоянно помогает окружающим. В разделе сайта award.kartageroev.ru до 23 июля. Подать заявку можно, оставив фотографию, оставить описание поступка и фамилию, отчество данного человека. Человек дальше у нас появляется на сайте. И те люди, которые знают его лично, могут голосовать, просто оставив свои данные и нажав кнопку. Всего в Народной премии будет 18 номинаций. В некоторых из них предусмотрены под номинации. Все истории будут модерироваться. С каждым героем свяжутся отдельно. После голосования наиболее популярные истории будут оценены экспертным советом. Стоит уточнить, что у победителей ждет хороший приз. Мы хотим подарить людям деньги. Почему? Потому что считаем, что они сами знают лучше, как их потратить и на что. Я думаю, что они в итоге потратят на благотворительность. По поводу призов. Мы выиграли грант. Часть призов у нас заложена там, а часть мы хотим попросить у наших меценатов в Мордовии. Моя компания, например, является спонсором данного мероприятия. Несколько историй о жителях Мордовии войдут во всероссийское издание «100 подвигов обычных людей». Награждение состоится 5 августа в 18.00 на Саранск-арене. Подайте заявку, расскажите о героях республики. Валерия Новикова, Сергей Кувакин, Алексей Буянкин. Сергей Соколов. Народные новости. Ежегодно в 3-е воскресенье июля вся страна отмечает День Металлурга. В этом году профессиональному празднику тружеников отрасли исполняется 65 лет. Свой вклад в развитие металлургической промышленности республики и страны вносит одно из самых перспективных предприятий Мордовии и МКАД. Оно входит в состав группы компаний «Оптик Энерго». Наша съемочная группа знакомилась с работой и ценностями компании. Алюминиевую катанку и катанку из алюминиевых сплавов предприятие МКАД выпускают уже более 10 лет. 80% производимой здесь продукции инновационная, а два вида катанки не имеют аналогов в России. Первые мы в России освоили такие сплавы, как 6101. 6201 до сих пор еще никто не может освоить. Это мы только делаем такой сплав. Это из этого сплава делали Крым, линия электропередач. Мы 2,5 тысячи тонн поставили такого материала, с которого делали кабельную продукцию, взял линию для Крыма. С приходом санкций на заводе запустили производство лигатуры алюминий-титан-бор. МКАД первый и пока единственный отечественный производитель уникальной лигатуры, которая применяется в металлургии. Она значительно улучшает качество алюминиевых сплавов. Инновационный продукт долгие годы приобретали за рубежом, а сейчас завод полностью закрывает свои потребности в лигатуре и поставляет ее на другие предприятия страны. Продукция отправляется на металлургические заводы. Это для улучшения структуры алюминия на алюминиевые заводы. Начиная с «Русала», кончая там маленькими предприятиями. Ну, много заводов, которые применяют. Без этого нельзя делать качественные продукции. Например, профиля всякие, листы алюминиевые. Вот, сплавы разных видов. Улучшает структуру, размельчает зерна. Импортозамещающая и уникальная продукция – повод для гордости, но главная ценность завода – те, кто ее производит. В цехах, лабораториях и в офисе трудятся 125 профессионалов. На предприятии работает собственный учебный центр. Сотрудники завода неоднократно доказывали свое мастерство. Например, плавильщик Рафаэль Батеряков в этом году стал лучшим по профессии. Он трудится на заводе со дня его основания. Условия очень хорошие. Социальный пакет. Автобус. Завода до дома и обратно. Зарплата. Опять же. Опять же мероприятие от завода многочисленное. Так что все устраивает, все здорово. Высшую профессиональную награду в этом году вручили генеральному директору предприятия Камилю Мангутову. Указан президентом страны ему присвоено почетное звание заслуженной машиностроитель Российской Федерации. За полвека работы Камиль Мангутов прошел весь путь от рядового рабочего до руководителя предприятия. Заслужа моей награды, это заслужа всего коллектива, заслуга моих собственников. Мы вместе делаем все дела, вообще дела. Вот за 10 лет и 6 месяцев мы выпустили 125 тысяч тонн алюминиевой катанки. 17-го числа День Металлурга. Возвесту всем хочу поздравить всех металлургов республики с этим праздником. Предприятие ценит каждого своего сотрудника и активно развивает корпоративную культуру. Специалисты регулярно участвуют в спортивных турнирах. Также завод МКАД занимается благотворительностью и на постоянной основе помогает инцарской школе-интернату. В планах расширить перечень выпускаемой продукции новый металлургический цех заработает уже в следующем году и даст республике более 150 новых рабочих мест. Ольга Данилова, Александр Овчинников, Народные новости. Пластиковые бутылки, фантики, пакеты и другой мусор, чего только не встретишь вдоль обочины дороги. Все это дело рук человека, а точнее автолюбителей. Бороться с таким безобразием можно и нужно. 14 июля президент Российской Федерации подписал закон, ужесточающий наказание за незаконный выброс мусора из авто. Кого и как накажут за безответственные отношения к природе, узнавали мои коллеги. Привычка на ходу выбрасывать мусор может влететь в копеечку. Причем речь идет не только о легковом авто, но и о мотоциклах, прицепах и другой технике. Брошенный фантик, пустая бутылка и даже окурок обойдутся в кругленькую сумму. От 10 до 15 тысяч рублей придется выплатить обычным гражданам. Должностные лица заплатят от 20 до 30 тысяч рублей. Юридическим лицам придется раскошелиться больше всех. Штраф для них составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Если же нарушение повторится, штраф увеличится почти в два раза. И это еще не все. Должностные и юридические лица могут лишиться самого автомобиля, из которого был выброшен мусор. Избежать такого серьезного наказания просто. Достаточно всего-навсего выкидывать мусор не на улицу, а туда, куда положено. Тогда и автовладельцы останутся при своих железных конях, и природа скажет вам спасибо. С момента подписания указа прошло менее суток. Однако мусора на обочинах юго-западного шоссе практически нет. Правда, пока это заслуга тех, кто содержит город в чистоте. Работы у них немало, и придорожный мусор – одна из главных проблем. Муниципальным предприятием городского округа Саранска в ежедневном порядке ведется уборка случайного мусора, приладковые зоны. В будние дни достигает около 80 человек. В выходные дни созданы бригады, которые мониторят ситуацию и преждевременно ее устраняют. Дорожная техника выводится по необходимости. Перед тем, как бросить из окна мусор, задумайтесь, стоит ли оно того. Обнаружить нарушителей помогут камеры, так что риск ответить за проступок велик, равно как и сумма штрафа. Берегите природу, уважайте чужой труд. Наградой станет чистая совесть и не менее чистой обочины дорог. Ирина Суконкина, Станислав Семен, Народные новости. В Саранске в стенах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи мира проходит уже вторая профильная смена «Бенелект». В рамках которой 15 июля была проведена лекция «Школьный космический эксперимент. Миф или реальность». Подробности в сюжете. Региональный центр мира принимает гостей профильной смены «Бенелект» уже во второй раз. Она объединила 50 талантливых школьников со всей Мордовии. Многие из них победители и призеры региональных и ферросийских олимпиад. Данный проект, он включил в себя несколько модулей, которые были направлены на бизнес, науку и интеллект. То есть мы написали программу с четырьмя модулями, где включили интересные темы и по командообразованию, и по продвижению, и по лидерству. В общем, много таких интересных, замечательных событий. Скучать подросткам некогда. 15 июля для участников прошла лекция «Школьный космический эксперимент. Миф или реальность?». Ребята ознакомились с принципами построения космических аппаратов, изучили структуру систем спутниковой радиосвязи и основы дистанционного зондирования Земли. У нас состоится лекция, которая посвящена именно космосу. Ведет эта лекция Дмитрий Андреевич Пашков, человек, который нас вдохновил даже на открытие следующей смены нашей летней космической. И мы бы хотели, чтобы он сегодня поделился с ребятами такими моментами, которые бы могли вдохновить наших детей на то, чтобы они поняли, что все возможно даже в рамках школы. Я сегодня расскажу лекцию о нашем проекте разработки и запуска на орбиту Земли малокосмического аппарата «Розаевка-390». Познакомлю ребят с аспектами нашей разработки первых двух аппаратов, которые мы делали совместно с Юго-Западным государственным университетом. И поподробнее расскажу про наш аппарат, который будет разрабатываться полностью уже в республике Мордовия, про «Розаевку-390». В этом году смену поделили на два этапа. После основного курса, который проходит в центре мира, участники отправятся на выездную сессию в детский оздоровительный лагерь «Орбита», где продолжат подготовку итоговых проектов и затем защитят их перед экспертами. Тема космоса затронута не случайно, ведь именно ей будет посвящена третья смена интенсив, которая будет включать в себя пять дней насыщенной программы. В итоге ребята сами соберут мини-спутник и свяжутся с российским экипажем МКС. Дарья Боронина, Сергей Кувакин. Народные новости. В Мордовию вновь приехал член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. 15 июля он вручил награды тем, кто трудится в сфере спорта и развивает олимпийское движение в регионе. Привлекать как можно больше детей к занятиям спортом, организовывать свои массовые и профессиональные турниры, находить и поддерживать таланты. Все это необходимо для того, чтобы мир узнал имена новых чемпионов. В Мордовии развитию спорта придают особое значение. Те, кто много лет и сил отдают воспитанию спортсменов, тоже не остаются без внимания. Ежегодно у нас появляются все новые и новые герои. И это связано именно с тем развитием спорта, который сейчас происходит, несмотря на сложные события, связанные с международным календарем. Но работа продолжается. С одной стороны, есть развитие регионов спортивной деятельности, с другой – развитие спорта вышлых достижений. Это, наверное, две составляющие, которые являются основой всего спортивного движения. За большой вклад в развитие олимпийского движения, физической культуры и спорта в Мордовии грамоты от Олимпийского совета России сразу троим людям, которые помогают готовить чемпионов, вручил Шамиль Торпищев. Награду за подписью генерального директора организации Владимира Сенглеева получил директор банка-партнера регионального Олимпийского совета Виктор Пузаков, а также два тренера с многолетним стажем – Валерий Артемов, воспитывающий хоккеистов, и Людмила Разнова. Она занимается слегкаатлетами. Теннис сложно для спорта. Легкатлетика тоже сложно для спорта. И тоже невозможно за один-два года добиться звания мастера спорта. Тоже мы идем долго, ими, и восьми, пяти, и восьми лет к этому званию. И особенно, ваше слово, то, что мастера, лидеры – это штучный товар. И там консенсация работы тренера, психолога, руководства. В Мордовии у нас мы движемся хорошо. В качестве подарка каждый также получил экземпляр новой книги Шамиля Торпищева с автографом и личными пожеланиями от автора. Стресс рождает чемпионов. Это руководство для наставников, спортсменов, которым приходится не просто работать над техникой подопечных, но и примерять на себя роль психолога. На сегодня роль психологии в мире спорта возросла неизмерима. Если в Советском Союзе считалось, что это 34% от результата, то сегодня это 30% в среднем, а в некоторых видах доходит и до 90%. И поэтому само название «Стресс рождает чемпиона» – это первая книга для создания учебника для вузов. Этот учебник выйдет в этом году, чтобы психологические подготовки спортсмена уделяли особое значение. Это будем считать стартовой площадкой, чтобы рассказать загадки психологии. Ирина Семенова, Александр Овчинников. Народные новости. За 15 лет существования лыжно-биатлонный центр стал известен далеко за пределами республики. 15 июля в преддверии юбилея здесь собрались почетные гости и работники, которые вложили в развитие центра море труда и частичку души. Собрались, чтобы вспомнить, с чего все начиналось, и наградить отличившихся. С подробностями Ирина Суконкина и Станислав Семен. 15 лет назад, 17 июля 2007 года, в Саранске на месте старой лыжной базы открылся лыжно-биатлонный центр. Спустя три года в 2010-м на базе комплекса открывается региональный центр. Он позволил развивать и другие виды спорта. Лыжно-биатлонный центр вырос. Учреждение получило статус спортивной школы Олимпийского резерва по зимним видам спорта. На протяжении долгих лет Мордовская школа биатлона зарекомендовала себя не только на региональном, но и на федеральном уровне. Наталья Шалаева, сестры Елена и Ирина Коручинкины. Наталья Ушкина, Алексей Зубарев, Ярослав Конкин, Анастасия Сухоткина и десятки других бывших и нынешних воспитанников лыжно-биатлонного комплекса из года в год доказывают качество подготовки спортсменов. За спиной каждой звездочки спорта стоит команда профессиональных тренеров. В 2007 году штат учреждений насчитывал 46 человек. Спустя 15 лет он увеличился втрое. 22 специалиста имеют высшую тренерскую категорию. 15 июля в преддверии 15-летия со дня основания лыжно-биатлонного комплекса их почтили памятными дипломами и подарками. В этом учреждении работают специалисты, которые способны провести мероприятия любого уровня. И я думаю, что Сергей Васильевич именно тот руководитель, который смог сплотить команду, создать ее, подобрать именно тех, которые готовы трудиться на благах не только учреждения, но и республики, но и всего нашего российского спорта. В активе лыжно-биатлонного центра огромный багаж достижений и заслуг. С момента основания количество занимающихся увеличилось почти в 17 раз. С 50 до 824 человек. Всего за 15 лет команде профессионалов удалось подготовить 58 мастеров спорта и 8 мастеров международного класса. Это лучшее доказательство высокого уровня подготовки спортсменов, их упорство и стремление к победе. Свои поздравления с юбилейной датой передал и президент Союза биатлонистов России Виктор Майбуров. Спортивная школа – важный этап в жизни многих ребят. Для кого-то она стала первой ступенькой к спортивной славе, а кто-то вынес из ее стен крепкую спортивную закалку, твердый характер и волю к победе. Мы высоко ценим ваш вклад в развитие биатлона в Республике Мордовия и России. Благодарим вас за профессиональное мастерство и популяризацию здорового образа жизни. Дорогие друзья, пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, желаний тренерскому составу и воспитанникам школы, успешных стартов, призовых финишей и олимпийских рекордов. Лыжно-биатлонный комплекс открыт для посещения гостей круглый год. На данный момент на базе центра развивается четыре спортивных направления – биатлон, лыжи, ориентирование и спортивный туризм. На этом останавливаться не собираются. Впереди еще много работы, наград и достижений. Ирина Суконкина, Станислав Семен, Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Евгения Байбикова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok